Путин загнал себя в ловушку госсовета и переворот, или судьба Горбачева. Политика 23 января 8.3 Путин загнал себя в ловушку, госсовета и переворот, или судьба Горбачева на пути транзита власти 2024 встала Ельцинская Конституция. Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 56238. Фото. Михаил Терещенко. ТАСС. Материал комментируют. Виктор Алкснес. Владимир Путин оценил возможность смены формы правления в России перехода к парламентской республике. Соответствующий вопрос ему задали в среду, 22 января, на встрече с представителями общественности Липецкой области. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет, сказал Путин. По его словам, нам лучше не экспериментировать с формой правления. Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны даже не посчитать. Кто-то говорит 160, кто-то 190. Понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть, отметил он. Он пояснил, что для эффективной парламентской республики нужен многолетний опыт функционирования политических партий. В России же политические движения, как правило, связаны с одним человеком, считает Путин. Читайте также. Белоусов в правительстве Мишустина. Последний шанс на спасение России сможет ли новый вице-премьер заставить бизнес делиться с населением? В качестве примера президент привел лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Есть Жириновский и есть ЛДПР. Нет Жириновского. Владимир Путин отметил, что парламентская форма правления иногда дает сбои, и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство или же Кабмины создают неустойчивые коалиции с партией, ставящих себе различные цели. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству, сказал Путин. Заметим, ранее в послании Федеральному собранию Путин уже отмечал, что Россия не может нормально развиваться и даже просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Поэтому за президентом должно сохраниться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, отстранять от должности членов правительства и руководить вооруженными силами всей правоохранительной системой. Вместе с тем, эти заявления не дают ответа на ключевой вопрос, какой будет схема транзита власти в России. До последнего момента в ходу была версия, что Путин поправками к Конституции урежет полномочия президента, усилит роль Госдумы и Конституционного суда, введет новый центральный орган власти Госсовет и станет его пожизненным председателем. Однако после обнародования законопроекта по поправкам вечером 20 января мнения разделились. Эксперты отмечали, что предлагаемые изменения основного закона кардинально расширяют полномочия Конституционного суда. И что только по запросу президента КС оценивает спорные законопроекты, принятые парламентом или ЗАГСобраниями регионов, и лишь глава государства назначает и отстраняет судей. Ряд аналитиков посчитал эти меры дополнительным расширением президентских полномочий. И сделал вывод, Путин, возможно, никуда с поста главы государства уходить не собирается. А значит, поиска преемника по-прежнему в повестке Дня Кремля. В таком ключе рассуждает, например, французская Liberation Назначение относительно Блеклова премьер-министра означает, что кастинг на роль преемника Владимира Путина в 2024 году остается открытым. Шесть новых вице-премьеров сделали себе карьеру в администрации Путина и все могут быть потенциальными преемниками. Этот роман далеко не окончен, ставки все еще принимаются, пишет газета. Другие, напротив, уверены, что Путин действует по китайской модели. В конце концов он возглавит Госсовет, и возможный Совет Федерации, утверждают судей КС. В рамках этой версии, Кремль откроем карты позже, когда будет внесен в Госдуму отдельный законопроект о Госсовете. Но один вариант транзита теперь точно можно отбросить. По нему, главным человеком в стране будет председатель правительства, он же председатель Госсовета. Смысл Госсовета в этом случае блокировать всенародно избранного президента, если тот вдруг захочет не так себя повести. Премьера же верно под Данническая дума будет раз за разом переназначать, пока сам премьер Путин будет этого хотеть. Очевидная нелюбовь Путина к парламентской демократии делает этот вариант невозможным. А остальные? В чем-то можно согласиться с Путиным. В России на протяжении веков политика была персонифицирована, отмечает депутат Госдумы Третьего и Четвертого Созывов, полковник в отставке Виктор Алкснес. В стране всегда был царь, или генсек, или президент – это наша традиция. Но в современных условиях эта модель таит в себе еще и опасности. Когда человек становится царем, генсеком или президентом, он существует в определенном вакууме. Он волен делать, что хочет, и противовеса его хотелкам нет. Именно это мы наблюдаем сейчас. Есть Путин, и никто ему слова не смеет сказать поперек, не смеет усомниться, в ту ли сторону мы гребем. Это плохо, и вдвойне плохо, когда лидер заранее воспринимает как угрозу появления другого человека, который сместит его с поста главы государства. Путин, как мы видели, в течение 20 лет старательно выкашивал политическую поляну, и всячески препятствовал появлению механизмов конкуренции. Но раз уж мы живем в рыночной экономике, где конкуренция является одной из основ, почему в политике вводится единомыслие и единоначалие. Так что можно согласиться с президентом, что в России нужен единый лидер. Но одновременно нужны механизмы, которые этого лидера будут удерживать в определенных рамках. СП, о каких конкретно механизмах речь? Должен быть сильный парламент, который мог бы на президента влиять. Все же парламент больше связан с населением, чем президент. Депутаты больше в курсе настроения избирателей и парламент должен эти настроения отражать. Пенсионная реформа, кто же роет на деньги, украденные у стариков бюджеты пенсионных фондов разворованы и вряд ли топеллины справят ситуацию. Плюс, конечно, должен быть независимый суд. Даже в президентской республике недопустимо, чтобы глава государства мог влиять на вынесение судом решений, кого посадить, на какой срок. Да, президент это лидер нации и высшее должностное лицо в государстве. Но система сдержек и противовесов должна работать. Должна быть и политическая конкуренция в стране, должны выращиваться новые политические партии и их лидеры. И опасаться, что при этом страна пойдет в разнос, я считаю, неправильно. Если бы сейчас на экранах ТВ в качестве оппозиционера фигурировал не один Жириновский, а с десяток политиков, которые бы имели право в мягкой форме критиковать президента было бы хорошо. Хотя бы потому, что президент перестал бы ощущать себя последним оплотом всего прогрессивного человечества. СП, поправки в Конституцию этот вариант, скорее, исключают. Как из поправок все-таки выглядит сценарий транзита власти. Идея, которая озвучивалась в последние месяцы, что Госсовет будет высшим органом власти, не проходит. Для этого, я считаю, в стране нужно совершить полноценный государственный переворот. Иначе невозможно в рамках действующей Конституции. Можно сказать, Борис Ельцин в 1993 году, приняв основный закон в действующей редакции, заложил мины под планы передачи власти Госсовету. Да, в Казахстане и Китае пошли именно таким путем руководители возглавили там Госсоветы. Конституционный переворот Кремля, куда так торопится Путин поправки в основный закон, который внес президент в Госдуму напоминают спецоперацию «Шок и трепет». Потом созывается Конституционное собрание, на него выносятся поправки о Госсовете для обсуждения. И если собрание решит, что от поправки есть польза и нужно будет создать новую Конституцию, в главу 1 даже Конституционное собрание не может вносить поправок. Для этого мало того, что нужно время. За новую Конституцию должно проголосовать Конституционное собрание, либо ее проект новой нужно выносить на всенародное голосование. И в этом голосовании должно принять участие более 50% избирателей, имеющих право голоса. В нынешних условиях, я считаю, провести такое голосование невозможно, определенные общественные механизмы противодействия Кремлю на выборах уже созданы, и люди, не согласные с идеей Госсовета, будут голосование бойкотировать. СП. Что, если Кремль просто примет федеральный закон о Госсовете, где пропишет, что это новый орган власти? Кремль может лишь сделать Госсовет конституционным совещательным органом при президенте, но не органом власти, иначе это действительно государственный переворот. Не думаю, что Путин человек, который, чтобы добиться своего, пойдет на все, включая пролитие крови, как это было в октябре 1993 года. Потому что, если в стране начнется противодействие новому перевороту, недовольство придется давить, и весьма жесткими методами. Но с другой стороны, альтернатива плану с Госсоветом пенсионерское будущее и самого Путину. Если он не предпримет экстраординарные меры, через четыре года окажется бывшим президентом и окажется в ситуации Михаила Горбачева. Глядя сегодня на которого, думаешь, а ведь когда-то это был президент великой сверхдержавы и до чего дошел, и сам во всем виноват. Новости России. Даунинг-стрит исказил характер разговора Путина и Джонсона Песков.